Друзья, начинаем наш ежедневный обзор рынка. Сегодня у нас 24 августа, четверг. Вышли долгожданные номера от NVIDIA. И хочу я на этих номерах более подробно остановиться. Опять же, их настолько ожидали, как бы надеясь на то, что эти номера развернут рынок после его коррекции с начала августа. И действительно, номера от NVIDIA очень хорошие. Компания побила как по прибыли, так и значимо побила по продажам. И что самое важное, SEO компании объявил о байбеке в размере 25 миллиардов долларов. Это вообще очень такое важное заявление, поскольку SEO компании считают, что даже при такой цене выше 500 долларов акции компании являются недооцененными. Отсюда у нас и этот байбек. Опять же, что касается имплементации искусственного интеллекта, он движется полным ходом. И основная проблема, о которой заявляет компания NVIDIA, это возможный недостаток. Их чипов, GPU-чипов, которые востребованы, их берут как горячие пирожки, и компания просто может не успевать их производить, поскольку инвентария сейчас у нее достаточно скромная. Поэтому SEO компании также заявил, что он видит бурное развитие искусственного интеллекта, чат-ботов и на следующий год. Поэтому то, что вот инвесторы хотели увидеть, они хотели увидеть позитивное влияние искусственного интеллекта на рынок, на экономику в целом. Мы это увидим как минимум в течение еще года. То есть обычно инвесторов интересует ближайшая перспектива, не говоря уже о более длительной перспективе, где, конечно, мы понимаем, искусственный интеллект будет иметь важное место в нашей повседневной жизни. Как говорит Goldman Sachs, в целом у нас есть компании, которые этот искусственный интеллект сейчас производят. Это компании, скажем так, первичные компании искусственного интеллекта. Это такие, как Microsoft, как NVIDIA, как Amazon, как CRM, как Adobe и ряд других. И другая категория компаний, это будут компании, которые будут непосредственными бенефициарами искусственного интеллекта. И как считает Goldman Sachs, в среднем, если мы берем Russell 2000 индекс, индекс 2000 компаний, то в среднем прибыльность компаний благодаря использованию искусственного интеллекта поднимется где-то на 19%. По некоторым компаниям поднимется на 60%. И понятно, что кроме позитивного от искусственного интеллекта ничего мы не увидим. Поэтому рынок вчера издал так называемый вздох облегчения, и инвесторы начали думать, а что же, собственно говоря, делать дальше, поскольку все у нас распродалось на том, что рынок был основательно перекуплен и встретил сопротивление. И это мы видели с начала августа. Сейчас мы видим, что после отчета NVIDIA, не говоря уже о вчерашнем дне, когда у нас в целом S&P закрепился выше 50-й moving average, и сегодня, я думаю, он продолжит свой рост. И в целом вопрос об NVIDIA снят с повестки дня, вопрос об актуальности технологических компаний тоже снят с повестки дня, и теперь те компании, которые действительно заслуживают этого, пойдут наверх. Опять же, не всех компаний это коснется. Я хочу показать вам в первую очередь тех бенефицаров, которые будут расти. Это компания Cloudflare или NET, которая вчера объявила о заключении контракта со SpaceX, плюс компания работает с крупнейшими чат-бот-провайдерами. И я думаю, что NET будет одним из главных бенефицаров. Также я не могу не упомянуть компанию SMCI, которая в целом, как мы видим, тоже плюс 9%, и в плюсе еще большим, чем сама NVIDIA, и будет тоже продолжать, наверное, расти, тестировать свой предыдущий хай. Ну и в целом, как бы это позитивно для рынка в целом. Не знаю, как это, как отреагирует TMD. Я думаю, тоже отреагирует позитивно, как и другие акции полупроводниковых компаний, которые, в принципе, тоже являются бенефицарами этого процесса. Все полупроводники востребованы, поскольку на них работают большинство устройств, большинство технологических компаний. Поэтому, в целом, я думаю, сегодняшний день должен быть позитивным. Но он не будет настолько позитивным, как многие, наверное, ожидают. Поскольку это позитивное ожидание от отчета NVIDIA уже были изначально заложены в общую картину. И мы увидели рост компании NVIDIA от 403 долларов до 470 долларов. То есть, они в последние два дня выросли. Поэтому, я думаю, рынок сегодня, вот мы видим, уже он начинает немножко ослабевать. И в плюсе только NASDAQ, поскольку вот Russell 2000, более широкий индекс, он практически флаг. И, соответственно, если вчера мы с вами увидели в большей степени такое широкое ралли, когда принимали участие в нем практически все акции, то сегодня это будет ралли технологических компаний, которые, может быть, упали слишком сильно за последние несколько недель и будут пытаться возвращаться. Но, в целом, я не вижу участия Russell 2000 в сегодняшнем празднике жизни. Поэтому, скорее всего, ралли не будет широким. И теперь во главе угла у нас остается завтрашнее выступление Паула в Джексон-Колле. И, как многие эксперты считают, один подъем процентной ставки все еще не снят с повестки дня. Вчера мы, в целом, увидели снижение доходности по всем облигациям, плюс мы увидели снижение по десятилеткам достаточно значимое, порядка 12 базовых пунктов. Это было связано со слабыми, с менее сильными, чем ожидались, отчетами по PPI, которые показали нам состояние вещей в индустриальном секторе и в секторе обслуживания. Поэтому чтение менее чем 50 говорит о контракшн, говорит нам о том, что происходит снижение активности. И, в целом, это показывает то, что, ну, скажем так, что не перегрета так экономика, как многие считают. И поэтому реакция доходности по облигациям, это вчера была вот такой, скажем так, для инвесторов позитивной. А поэтому я бы, возможно, что-то бы зафиксировал, например, компанию такую, как SMCI, я бы сегодня на вот этом гэпе бы зафиксировал, я бы посмотрел, как будут вести себя перепроданные в августе месяце, еще раз повторяю, перепроданные компании, такие как SQ, хочу вот увидеть в ней какую-то позитивную реакцию на отчет NVIDIA, хотя они, в принципе, ни коим боком друг друга не касаются, но, тем не менее, хотелось бы увидеть акцию, которая на 23 доллара упала где-то с начала августа, но хотелось бы какое-то в ней хотя бы двухдолларовое движение увидеть. Поэтому тут также хочу упомянуть пару других квартальных отчетов, которые вчера вышли после закрытия. А не могу не упомянуть ритейл-сектор, который показывает микс-результаты. Так, например, вчера компания FoodLocker упала, причем упала очень существенно, упала к своим годовым минимумам, в то время как компания ENF, наоборот показала второй подряд сильный квартал и поднялась на 23%. А вчера после закрытия отрепортали две технологические компании, даже не две, больше. Одна из них это Snow, которая, мы видим, торгуется плюс 6 долларов, хотя изначально реакция была негативная. И я думаю, Snow тоже будет одним из таких непосредственных бенефицаров искусственного интеллекта. Вторая компания, которая вчера очень хорошо отрепортала, это SPLK, которая плюс 12% торгуется после отчета. Поэтому последим за этими компаниями, последим за компаниями Cybersecurity, которые будут репортать в конце этого месяца. Ну и в целом следим за опционной активностью, следим за доходностью по облигациям. В целом вопрос в отчете NVIDIA снят с повестки дня. Думаю, многие боялись, что компания не покажет такого продолжающегося роста. Но, в принципе, все остается в рамках того, как это было. Поэтому, я думаю, ситуация в рынке немного выправляется, становится позитивной. Поэтому ждем завтрашнего выступления Павла. И уже после этого сделаем уже конкретные выводы по поводу дальнейших перспектив рынка уже в сентябре месяце. С вами был Саймон Брагинский. Всем хорошего дня. До новых встреч и до свидания.